всем привет с вами дома и мы продолжаем играть и мы начнем с того что у нас последний третий день но я вспомнила что мы вообще-то с блошиного рынка не успели пока выставить что они там купили чего там купили по точно помню что что-то купили они купили вот эту замечательную подушечку вот теперь мы можем пузырять пузырятор и лампочку а лампочку чо прям вот такой толстый этот самый так что у нас по цветам о это забавнее ну ладно это пускай ну ладно пускай такая будет тогда может лампочку более ярко розовую фуксии цвет кто последний холодильнику тот лошара ладно давайте сами посмотрим но так ты есть ты короче что она хотела я боюсь спросить что она хотела кристофер как не 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 удивительно не хочет ничего пока что-то ты не хочешь такой не голодный что ли бери макарошки так что такое что такое случилось а ну понятно гиду причем зачем бросила не то что заешь потом стаканы тут понаставили дэди господи девушка ты не можешь решить куда тебе надо в первую очередь туда или сюда ты я понимаю давайте кушать что-то бери то там пробежал такой так кей все должны быть через час и кому-то еще надо в душ точно сходить все иди в душ бы быстренько так но начать человеком надо какой телек смотреть романтическую программу пауза чего такая кривая не могу попасть куда надо романтические программы так ты она сами разберетесь кому куда надо иди в туалет ходи а там почистить бы надо кристофер почистить пожалуйста так все что у нас сегодня желание исполняется даже не успевая поболтать с кристофером она хочет так это было первое поболтать с кристофером это можно тем более у тебя общения совсем нету так кристофер извини но твой твой лет отменяется давайте мы с ним дискутируем о видеоиграх если успеем тяг отчете негативные что-то крадешься пойду почту посмотрю кстати а почта когда позже чем они в школу при уйдут придет до бедняга нелли пошел шкур обоговорить Стой! Подожди. А! Нет, иди. Мы не успели с ним поговорить. Что поделать? Жизнь боль. Он такой, я го в школу, ты как хочешь. Окей. Так что пока только одно желание. Что там? Деньги, счета, не? Сейчас вроде не пришли. Где почтальон? Понедельник же. Вот он, пришел. Спасибо. Спасибо. Школьный проект. Студентам разрешено выбирать домашнее задание для предстоящего проекта. Выберет ли Нелли легкое домашнее задание, чтобы получить хорошую оценку? Или предпочтет? Да, она выберет. Стоп. Конечно же, Нелли получает пятерку за оригами. Маленькая лягушка даже подпрыгивает, если на нее нажать. Хорошая оценка повышает общий средний балл. Вот. Ваш почтовый ящик был доставлен. На счета на плату. Тысячу двести! Черт, я думала тысячу. Мяаа. Ну, у нас есть. Хорошо, у нас даже на гитару еще хватит. Окей. Тысячу двести. Что он, злой какой-то почтальон? Ладненько. По истории ожидаются важные экзамены. Кристофер вроде справляется, но хорошая оценка сильно повлияет на средний балл. Поучится ли он, как обычно, немного, или постарается учить побольше? Давайте попробуем долго учиться. Сосредотачивает внимание и прочитывает все материалы. Он сдает экзамен лучше всех в классе. Преподаватель хвалит его за отлично проделанную работу. Какие мы молодцы сегодня в школе. Ты кто такой? Ты кто такой? Валя отца, давай. Умняшки. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Так, что-то вы тут зареспаунились, очень странно. А ну разойдитесь. Так, стоп. Вот, что ты хочешь с нами поболтать? Давай, дружелюбная, пожалуйся ему на проблемы. Яндрю такой. Какая, это школа. Что-то все куда-то разошлись сразу. Рыбаки даже в дом заходить не могут. Ах, это противная школа. Противная школа, фу. Искать сведения. Да ладно, ты же уже нашла все на компьютере. А где закреплялка? Вот. Ну, поехали, значит. Сейчас оплатим только счета. Так, давайте, значит, оплатим счета, Кристофер. Я предоставляю, что ты хочешь с ней быть дружелюбным? Какой ты? Какой ты? Давай заплатим за аренду. Купим Ребекке гитару. Так, это было второе желание даже. Все, молодцы. Мо-ло-дцы. Диплоти за квартиру. Все просто. Понедельник, день тяжелый. Почтальоны атакуют. Так, хорошо. Это дороже. Жизнь-боль. Давайте купим гитару Ребекке. Сколько у нас там денег осталось? 947. Ну, я думаю, норм. Раз мы уже ей прокачали... Да что я не туда нажимаю? Раз мы уже ей так подняли навык, я думаю, можно уже ей и гитару взять. Заработаем еще. Так, черненькую. Ребекке подарок. Где ты? Надьте. Гитара. Семиструнная. Давай-ка, хапай в багаж. И поехали. Так, там цветочки у нас выросли. Сбери, пожалуйста. Та. Все. Кстати, у нас еще с душем вообще никак. Может, нам быстренько душ принять, Нелли? То, что если все остальное, давайте-ка... Да отстань ты от кальяна, что это? Да, что это? Давайте-ка душ мы все-таки примем, потому что если она там будет ходить и вонять, это будет не очень хорошо. Досуг-то мы ей там поднимем, а вот все остальное... Да, иди быстро. Давай. Пока цветочки твои продадим, и лягушек размножим. Там видео про котику, что ли, смотрят? Так, лягухи. Размножать. Так. Ты. Размножать. Какие-то у них еврейские, походу, эти самые. Там уже кто-то пробует. Вы слышали? Там уже кто-то пробует пульбулятор. Как? Кто дал разрешение? Ну, в принципе, что я ожидала? Я же им специально подушку купила, чтобы они могли сесть. И к нам пришел Эндрю опять. Но мы сейчас в любом случае поедем. И музыка такая тематическая. Все? Напробовалась? Не понравилась? Ну нафиг такая. Нелли, давай быстрее. Че у вас тут? Нахождение людей просто. Тут занято, если что. А, вы стакан воды набрати выпить, конечно же. Так, она хочет, значит, сведения на компьютере и пить караоке в одиночку. Отлично. Все, поехали отсюда. Пускай они тут... Да все, не хотим и ваш вечер. Да, не хотим и ваш вечер игр. У нас желания невыполненные. Давайте. Все. Все остальные там сами придут. Я надеюсь. Ну, хотя ладно, они к нам как бы пришли. Давайте их с собой возьмем. Так и быть. Только два желания, уже полдня прошло. Кошмар. Так, всем ключи раздали, вот и ходят. Да понятно, что сами виноваты. Вишь, ничего не говорю. Кристоферу тоже нужно. Ну, Кристоферу желания хотя бы выполнять не надо. Он может как бы, если что, слинять домой. Без всякого зазора совести. Вот, давайте пойдем туда. Просто того, кто выполняет желания, я хотела бы держать в более, ну, как это, состоянии таком комфортном, чтобы у него хотя бы все там по потребностям было не в минусе. Потому что Кристофер всегда может пойти просто домой и сидеть дома. Не пугать своим внешним видом людей. Да, Нелли на скрин с такой рожицей. Так, значит. Я повелеваю. Ребекка, пожалуйста, проводи музыкальную ошалевшую ароматные пузырьки. Да, именно так. Так, ты начни с караоке в одиночку. Хаос. Ради любви давай. Ты... Иди поройся еще по ящикам. Просто у тебя все равно все плохо и с гигиеной. Взять плакат. Коробка. Коробка. Я опять забыла, где на этом участке коробка. Помните, есть второй плакат есть? А коробку я опять забыла, где она тут находится. Ну и ладно. Все. Вольно. Так, Нелли. Ну давай, Ребекка, жги. Как культурное село. Я надеюсь, что кто-нибудь будет ей деньги давать. А куда все разошлись так? А, гриль готовить. Микроволновки все что-то прицепились. Сейчас Нелли как споет. Что там у нас? Щутки и забавы. Щутки и забавы. Понятно. Я отъеду. Невозможно. Так, хорошо. Караоке. Дальше она хочет назначить свидание. Черт! Пападос. Пападос. У нас даже не с кем. У нас даже нету кандидата на свидание. Нам его надо назначить. Ну что, чатик, быстренько генерируем. С кем назначать свидание? То есть нам надо, чтобы назначить свидание, нам надо сначала прокачать немного отношения. Тайны вампиров, искать сведения. Пападос. Просто. Что, тебе денег не дают? Может, ты не в правильном месте играешь? Где у нас народ весь тусуется? Может, мы в наглую зайдем вот сюда и там проведем музыкальную фотосессию? Давай-ка вот сюда встанем. Иди сюда. Сейчас мы будем прямо компонсировать мозг в помещении. Так, и провести музыкальную сессию. Ничего себе, тетя. Ну а что ты хотела? Ты ищешь? Тайны вампиров. Эндрю, ты прищет к нам. Есть возле клавиатуры. Святое дело. Больше-то есть негде в этом доме. Эндрю я не могу назначить свидание. Он взрослый. У нас нету с ним романтики, видите? Вообще никак. Ах, хоть Кристоферу назначай, чтобы больше подростка. А Нелли вообще знает кого-нибудь из мальчиков-подростков? Что-то не одни бабьев. Ребекка и то больше пацанов знает. Она только Хьюга знает. Кошмар. Крис не катит? Да катит. С первым встречным ловим подростка на улицу чуть выводим и флертуем. Сейчас так и получите. Так, заказать еду. Еду ты хочешь заказать? Да, еду. Закажи еду. Сейчас так и будем, а что-то делать. Что нажать, чтобы еду заказать? Нет, но все-таки на продавца. Заказать еду. Здесь. Круассан. Все. Кош, не заказывайте. Закончить домашнее задание. Фу на тебя. Это только четвертое задание. Назначить свидание, закончить домашку и еще одно. Черт. Жесть какая. Есть тут мальчики-подростки? Сознавайтесь. Ты не мальчик-подросток. Явно. Так. Тоже не подростки. Ну, пойдемте на фестиваль. Если там подростков-мальчиков не будет, значит, Кристофер, ты попал. Потому что, как бы, да. Ну, Го на фестиваль, как бы, отправиться. Ну, она не знает мальчиков-подростков. Мы можем, конечно, выбрать Ребекка и отправиться на фестиваль. И она знает мальчиков-подростков. Вот этих трех. Ну, давайте их возьмем. А посмотрим. И Калиба возьмем. Нет, Калибу уже не возьмем. Ну, ладно. Все, поехали, Ребекка. Сейчас мы будем Нелли присматривать молодого человека. Может, присмотрим кого-нибудь. Еще домашку ей сделать. Еще седьмое желание. Вот это вообще забава. А где у нас... Ха-ха-ха! Ну ты какой ханотый! Сам домашечку делает. Не то, что все остальные. Так вот. Ребекка, что ты делаешь? Ты не могла позвонить оттуда? Что? Я понимаю. Обошла полквартала, чтобы позвонить. Так, это в нашем же творческом районе, да. Шутки и забавы. Отлично. Хоть до дома недалеко ползти будет. Или все же дать шанс Хьюга. Может, стоит узнать его поближе. Не, Хьюга, конечно, прикольный. Но я думаю, что Нелли будет все-таки смотреть на внешнюю красоту. Ребята, к сожалению, это такой тип девушек, которым как бы хочется иметь красивого мальчика. Лучше ни одного. Я за Хьюга, все равно его бросят. Ну, вот я наоборот не хочу бросать Хьюга. Ну, в смысле, я не хочу Хьюга, чтобы не бросать его. Потому что, естественно, что Нелли как бы сегодня с одним, завтра с другим. Сейчас посмотрим, что у нас там нагенерится. Будет у нас кто-нибудь еще? Нет? Только те ребят, которых мы сами и позвали. Ну, очевидно, да. Ну, значит, выбираем кого-нибудь из этих. Так, кто у нас тут? У нас тут Карлсон, Карлсон, Джастин. Вот с Джастином давайте, короче. И Кайл. Ну, или давайте сделаем голосовавку. Так, Карлсон, Джастин и Кайл, да? Кайл, давайте. Кого мы будем разбивать сердце в первую очередь? Сейчас я вам напишу. Значит, Карлсон, Джастин, Джастин и Кайл. Один, два, три. Первая Карлсон, двоечка Джастин, троечка Кайл. Во всякий случай, еще раз. Вот это Карлсон, вот это Джастин и вот это Кайл. Мне, наверное, Кайл все-таки нравится, чем Джастин, но вы можете проголосовать за кого хотите, и мы будем как бы вот как бы да. Мы очередность выбираем, то есть, но мы пока выбираем первого, а то он посмотрит. Нелли по жизненной цели много отношений иметь надо, пусть Хьюга начать все равно бросать потом. Ну, вот я говорю, мне жалко пацана пухляша, честно. Эти-то переживут по-любасу все трое, они вон какие подкачанные, красивые, им вообще все равно будет, что их бросят. А Хьюга, понимаете, мне кажется, если его девушка бросит, тем более такая красивая, как Нелли, он потом вообще это самое, четвертый, мы не сможем вампиром, он молодой. Он потом вообще как бы ни с кем в жизни не сможет больше общаться и все такое. Ну что, Джастин вам больше нравится, да? Ну давайте с Джастином. Давайте ему приветствуем. дружески. Ну все, вроде, кто хотел проголосовать, окей. Все, все проголосовали, вроде все. Ну, в любом случае, перевес у Джастина был больше, так что давайте начнем с Джастином. Давай. Знаете, чтобы поставить на свидание, еще надо качнуть до определенной степени. Так, нет, стоп, вы, стой, вы куда? Вы не сюда, вы сюда, вот давайте-ка вы мне возьмете и возьмете, давайте присоединимся к проказникам, чтобы это самое, вместе. А то мы все за шутников да за шутников, давайте хоть разок за проказников. Видите, вы тоже присоединитесь, и потом я вас отправлю на свиданку, наверное, если получится им прокачать. Может, денег срубим, если будем выполнять проказливые действия? Так, Джастин, Джастин, не уходи далеко. Респект и уважуха. Так, что мы там, романтика похвалим внешний этап. Хотя, может, он нам сразу скажет, ты что, девушка, сбафил обороты. не, не, иди, иди в баню. Ты не так-то просто, как вы думали. Давай не стесняйся. Предложить заняться чем-нибудь увлекательным. Ну, Нелли, ну давай. Нудный, скучный разговор. Че-то вообще не клеится. Вообще не клеится. В принципе, у меня ничего такого нету. Я имею ввиду поднимающего настроения. Ладно, давайте поедим. Может быть, на полный желудок нам будет веселее. Что у вас тут есть? Сказать еду? Давай, иди ешь. Так. Короче, ой, какая грязная тетя. Давайте мы ее оскорбим. Фу. А, на нее, наверное, тот самый упал. Давайте вот издеваться над... Нет. Во, наша соседка в команде противоположной. Давайте-ка ей... Сейчас мы тут будем пакостничать. Что с Нелли делать? Мы не успеваем ей сегодня выполнить задание. Убедить, что чай ядовитый. Давайте, наверное, сделаем домашку, потому что... Мне кажется, ветка с этим самым тупиковая, мягко говоря. Но мы попробуем попакостничать. Так, где Эндрю? Давай с Эндрю перейдем. Что-то рыбаки не клеятся. Что такие вредные все? Педали какие? Жесть. А мы можем... Нет, нам надо над противоположной командой. Давайте бабульку досаждать. Что-то жена Эндрю оказалась та еще чертовка. Давайте над бабулей сделать. Что же нам делать с свиданием? Вообще не Реал. Нет, Кристофер Реал на самом деле. Так, ты где? Что у тебя получается над людьми издеваться, не? А что у тебя с ней-то не заладилось? Ну, сейчас она домашку... Ну, я не знаю, давайте с Кристофером попробуем. Они хотя бы друзья, поэтому... класно мы с ней ссоримся. А, а, а. Это она в пакостных действиях вообще. Бедная Нелли. Ураста. Третий уровень навыки пакостей. Она скучает, а еще смущена не получает, не получится уже романтичные действия. Ну, да, я думаю, на самом деле. Не, ну вот с Кристофером как вариант, потому что у них уже хорошая дружба, поэтому может прокатить. Походу, ей еще и плохо. У нее там какая-то таблетка мелькала. И в туалет хочет, и вообще. Репека, давай, пакостничай дальше. Не упускай ее из вида. Давай мы еще что-нибудь скажем ей плохого. Так. Нелли, давай мы хотя бы все сделаем, кроме свидания. Свидание тебе тогда на следующий раз оставим. Так, она хочет пить светлый чай. Серьезно? Ну, идти в туалет, потом выпьешь светлый чай. А то, если ты еще выпьешь чай, до того, как опять домашку кинула. Она сделала ее вообще? 50% готово. Блин, она ее не доделала. Ты не считается. Значит, нам еще домашку доделать надо. Давайте сначала выпьем чай, потом домашку. Так, что ты тут? Проказничаешь, моя дорогая? Ну, хоть проказников. О! Ей, мы хотя бы выиграли. Спасибо. Нелли, ты успела выпить свой чай? И мы выиграли только тысячу, а не пятьсот, потому что Нелли решила в последний момент стать шутником. Чтоб, будь она неладна. Так, отлично. Чай, домашка. Так, это было пятое, домашка будет шестой, и у нас остается свидание. Бедная Нелли, но я не могу. Оставьте меня. Оставьте меня просто. Батон. Я хочу умереть. Можно я просто как бы это самое? Ребекка, ты где? А, ты тут сидишь? Ты что, ты тут хомячишь? Эндре, пожалей нас, пожалей нас, пожалуйста. Давай, да, пожалей ее. А, он ей помогает, видите? Ну, он такой классный. Почему ты такой взрослый? Она в телефоне сидит. Видали, какая? Только Эндре нас понимает. А что за прозрачные кристаллики над Симами? Это группа. Ты доделала домашку, типа? Да, домашку она доделала. Хорошо, ей осталось, значит, свидание. Черт. Ну, я не знаю, что он хочет. Брыть дружелюбным с Нелли, она что хочет? Дать ключ от квартиры. Ну, последний вариант попробовать немножко поромантичить с Кристофером. Давайте попробуем, если будет что-то прокатывать. Давайте мы ему расскажем пикантный анекдот. у меня такого нету. Ммм, странно. Эль-то в романтике. Вот, давай мы расскажем ему пикантный анекдот. Может быть, он зацепит эту удочку. А чего такие грязные все? На вас так действуют эти самые? Все такие ушли. Да, не такая. Я хочу домой, я хочу спать. Оставьте меня в покое. Никакого эффекта. Просто романтика. Ммм. О, ей деньги там. Ребекка начала играть на гитаре и даже денег дали. Молодец, играй дальше. Вот, да, давайте ей деньги, пока мы тут разбираемся. Воу, как денег дает. Такая нет. Ммм, так. А, 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 флеш, давайте. смотрите, пошло. Ну-ка, ну-ка, сейчас мы, короче, сейчас мы тут это самое. Давайте обменяемся номерами. Попытка соблазнения. Ей надо назначить свидание. подожди, мы еще не все. Мы еще не можем назначить на свидание. Вот, пригласить на свидание. Видали? Все, давай быстро на свидание, свидание самозакругляем и все. Что этот челлендж со мной делает? Го на свидание. Го на свидание. А потом такие, а, знаешь, мы что-то передумали. Поехали домой. Короче, все, заканчиваем. Ничего не знаем. Восемь вечера, все, мы пригласили, пригласили. То, что мы на него не поехали, ну, мы подумали, что мы очень устали и, как бы, решили не ехать. Все, пошли домой. Короче, мы молодцы. Так, все, домой, домой. Ей, мы выполнили седьмое задание. Мы мега крутые, бедные сирените. Видали, как мы в последний момент так раз, раз, выполнили домашнее задание. Они живут вместе до сих пор и до сих пор не знают номера у друг друга, но это с точки зрения романтики, вы сами понимаете. Печально все как. Я хочу умереть и на свидание, да. зато с Кристофером можно будет сюжетно обновлять, мол, знаешь, ты классный дурак, но как парень, ты достойный лучшего. Прощай. Там она смогла. Видали, мы в последний момент запрыгнули просто в этот поезд исполненного желания. Так, ну что такое? Так, а ты где? Иди сюда. Что ты делаешь? Иди домой. Да ты чё? Кристофер, ты весь воняешь. Ты спать хочешь, но ты сел делать домашку. Вы знаете, как это называется? Я не знаю. Мне кажется, он совсем чуть-чуть. Что? Ну, иди в туалет. Ой, а ты иди помойся. Сейчас я хотя бы вот эти быстро делаю действия, потому что они описываются ночью. Честно, я пионерско. Так, ты... Всё, ты иди спать, да. А ты давай ещё в душ всё-таки в туалет, потому что ты всё равно как бы не поспишь нормально. использовать. Там всё грязное. Просто. Бедный Кристофер. Мне жалко парня. Он ещё не знает, что его ждёт в этой жизни. Так, а что мы с вами денег-то заработали? О, у нас тут всяких фейерверков, тонны денег мы заработали. Ладно, в следующий... О, нам куклу Вуду даже дали. Кукла Вуда, связь разорвана. привязать к... Давайте... Слушайте, я... Если я не погуглю сама, погуглите, что за куклу Вуду и как с ней пользоваться. Нам... Кому такую дали? Кристоферу и Ребекке? Да, потому что они были в этой команде, которая выиграла. Нелли такую не дали. Так что мы, короче, попробуем её в следующий раз. Так, кто у нас? У нас следующий Кристофер как раз-таки... Бедняк. Давайте подождём, какие у него желания будут утром, когда он встанет с жутким дискомфортом. Давай-ка поспи немножко, хотя бы чуть-чуть. Я следующее желание посмотрю, когда он встанет второй раз. Так, ой, школа, школа, просыпаем школу. Ребята, ребята, школа сейчас через 10 минут начнётся. Так, так, нам, Кристофер. Кристофер, вставай. Кристофер, подъём. Девки сейчас уже в школу убегут. Кристофер, ну вставай. Вот, он хочет быть дружелю... Он хочет с ней быть дружелюбным. Это кто ещё кого френдзонит? Всё, они такие в школу пошли. И ты пойдёшь в школу. Давайте сохранимся. Или ладно, пускай они уже идут в школу. Всё, все отправляются в школу, ничего не знаю. Эндрю, да ты горячий парень. Эндрю, все ушли. Эндрю, прекрати. Никто не хочет поупражняться. А, стойте, стойте, стойте. Всё, сохраняемся. Как ты выходишь утром из квартиры, а там Эндрю в шортах и в майке. им надо два душа. Да нет, им надо, одного на самом деле хватает, просто это самое. Настоящий ученик. Воу, да, всё, давайте на этом заканчивать. Да, стрим повеселил. Вы даже всё успели внезапно. Последнее, это самое. Давайте заканчиваем. Следующий стрим у нас когда-то в среду в вязание по поводу ребят. Ещё следующий стрим точно будет на следующей неделе в 18-го сни, в следующий понедельник. Потом, наверное, всё-таки будут чередовать скуку. Посмотрим. Потому что этот проект вроде как тоже весёлый достаточно, пока убирать не хочется. Вот. Так что, если что, пишите ваше мнение в комментариях. Шикарно же, да. Вот этот татуажный качок, да вообще красавец мужчина. Огромное спасибо за то, что были, за то, что оставляли большое спасибо ребятам за донатики. Энн-Марии, прям огромная, Няша и Вальтер. Вот. Всё. Всем огромное спасибо. До встречи на следующем стриме. С вами была Тома. Пока.